Ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, постепенно смягчаются, что позволило депутатам Законодательного собрания Тверской области возобновить рабочие поездки и встречу с избирателями в своих округах. Первым такую поездку в Старицкий район предпринял спикер парламента Сергей Голубев. Визит председателя Законодательного собрания Тверской области в Старицкий район начался с посещения нескольких семей, в которых воспитываются дети школьного возраста. Ребята заканчивали нынешний учебный год в режиме дистанционного обучения, что предполагало использование электронных гаджетов. В рамках реализации программы партии «Единая Россия» направлены на материально-техническую поддержку процесса дистанционного обучения три семьи, в которых воспитываются школьники, получили электронные планшеты. Для того, чтобы вы и летом могли учиться, для того, чтобы вы и летом могли бы скачивать образовательные программы, для того, чтобы и летом, и в последующей жизни, когда пойдете в школу снова, это было бы серьезным подспорьем для вашей учебы. Дистанционное обучение – мера вынужденная. У такой формы организации есть как плюсы, так и минусы. Но о полной замене занятий школьников в классах, конечно, речи не идет. Да и самим ребятам общение с учителем вживую нравится больше. От учителей мы узнаем больше. Мне удобнее работать с учителем, потому что материал объяснен. А дома приходится учиться самой, и иногда кое-где есть недочеты. О некоторых недочетах дистанционного обучения говорит и мама Кристины Наталья Крутьева. Учителям очень тяжело было, потому что у нас связь плохая, все на телефонах делалось, не у всех есть компьютеры и ноутбуки. Для меня было тяжеловато. Трудности, возникшие с организацией дистанционного обучения школьников, были связаны в первую очередь с тем, что пока не везде в регионе возможен стабильный выход в сеть интернет. Качество мобильной связи и доступ к онлайн-ресурсам на территории региона станет предметом рассмотрения депутатским корпусом областного парламента. В продолжении визита в Старицкий район Сергей Голубев посетил местную швейную фабрику. Основная продукция компании Royal Textile – одеяло и постельное белье. Однако в самом начале пандемии предприятие в спешном порядке перешло на выпуск одноразовых медицинских масок. Но наладить выпуск новой продукции оказалось не так просто. Есть письмо Министерству промышленности, в котором указаны размеры. 175 на 95 длина резинок. На самом деле это все достаточно экспериментальная вещь, потому что у людей по-разному расположены уши дальше и глубже. Многие сейчас стали делать маски по форме лица, они удобнее носить, например. Опыт жесткого стандарта пока нет в России. Однако, добавляет Артем Семенченко, заказ на изготовление масок буквально спас предприятие от массовых увольнений и позволил выплачивать заработную плату в полном объеме. Но тем не менее удар по районной экономике в целом пандемии коронавируса был нанесен ощутимый. Об этом заявил глава района Сергей Журавлев. По итогам одного только месяца мы недополучили налоговых поступлений порядка трех миллионов рублей. Поэтому это, конечно, существенная цифра, но я так думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что по истечению года мы доберем эту сумму, потому что предприятия наращивают свое производство, восстанавливаются. И я думаю, что дополнительные доходы позволят снивелировать бюджетные потери. Финальным пунктом рабочей поездки спикера регионального парламента стал Центр государственной поддержки населения Старицкого района. Здесь Сергей Голубев передал руководителю центра Людмиле Соколовой партию защитных медицинских масок для сотрудников социальной службы. Это большая помощь в наше трудное, сейчас нелегкое время, и социальному работнику, который ходит к пожилым гражданам, это хорошая помощь. В разговоре с Сергеем Голубевым Людмила Соколова отметила, что во время пандемии сотрудники центра работают с гражданами в основном дистанционно по телефону. Однако в особых случаях были непосредственные выходы для оказания тех или иных услуг нуждающимся жителям Старицкого района. Отдельно директор соцслужбы отметила значительную поддержку со стороны волонтеров. По итогам прошедшей поездки будет проведен анализ ситуации в районе и подготовлены дополнительные решения для дальнейшей стабилизации социально-экономической обстановки в Старицком районе.